У аудитории услышать что-нибудь новое и удивительное и начать это использовать, как раз, собственно говоря, для этого и существует презентация, которая, честно говоря, выходит, наверное, за рамки всех предыдущих презентаций. Иван, основатель компании SignalSwaps, в свое время основавший несколько компаний, и все были успешные, расскажет о том, что же такое гамификация и как это может упростить и сделать интересной нашей жизни с точки зрения работы в компании. Прошу любить и жаловать Ивана Ткаченко. Спасибо. На самом деле, я думаю, что за рамки предыдущих докладов я не выйду, а я их только дополню. И очень рад, что передо мной докладчик рассказал очень интересную информацию о том, как нужно делать игры, из чего они состоят. И на самом деле я не жалею, что я выбросил эти слайды из своего доклада. И да, я хотел спросить, кто знает, что такое гамификейшн? Поднимите, пожалуйста, руку. Два человека. Отлично. Три. И я знаю, да. Да, я немножко еще все-таки дополню, чтобы вы понимали, что я человек, который понимает, что такое игры, как они делаются. Мои предыдущие компании и текущие компании занимаются разработками и казуальных, и социальных, и мобильных игр. И теперь вот еще гамификейшн. И я хочу сказать, что опыт, накопленный на создание традиционных игр, очень полезен и, наверное, незаменим при создании геймификейшн. Поскольку я общаюсь с многими людьми, которые увлечены геймификацией, некоторые из этих людей не очень хорошо разбираются в играх. И я понимаю, что у меня есть большое преимущество, то, что я вышел из разработчиков игр и хорошо понимаю, как все это работает изнутри. Ну, формальное определение геймификейшн очень простое. Это применение того опыта, который был накоплен разработчиками при создании игр в неигровых сферах. То есть в бизнесе, в жизни и практически в любой отрасли. Само слово геймификейшн появилось, ну, появилось-то оно, наверное, очень давно. Даже никто не может сказать, когда. Но вот использоваться оно начало довольно-таки недавно. И я погуглил, и вот увидел, что с середины 2010 года это слово начало очень активно использоваться в интернете. Я полагаю, что идеологом этого слова и продвижение этого слова стал Гейб Зихерман. Многие, наверное, его знают. Он посещал Casual Connect. Тоже выходит из разработчиков. И теперь вот это евангелист геймификейшн, в основном в Америке. Он проводит G-саммит. G-саммит это типа Casual Connect, а только про геймификейшн. И уже за целый год он провел уже целых два саммита. В начале года и вот в сентябре. Так что это полноценная индустрия со своей конференцией, со своими лидерами. Среди лидеров можно назвать такие компании, как Big Door, Bunchball, Bageville. Все почему-то на букву B. И все эти компании занимаются в основном разработкой геймификейшн-солюшн под заказ для крупных компаний. Они разрабатывают также свои платформы, но в общем доступе они пока что не особо доступны. Это все прошлое геймификейшн, очень короткое прошлое, буквально год прошел. В Америке все с ума сходят по этому слову. У нас никто об этом не знает. Может быть через годик второй до нас докатится волна. И западные исследователи считают, что геймификейшн бесспорно это тренд и за ним однозначно светлое будущее. Вот так ресурс trendwatching.com назвал геймификейшн трендом года, 2011 года. А Гартнер недавно поместил синенькую точечку на свой хайп график. И это вот видите или нет. Сейчас покажу пальцем. Вот там находится геймификейшн. И это означает, что через 5 или 10 лет геймификейшн достигнет пика. То есть все, кто хотел, все, кому эта тема была интересна, они уже туда придут, понаделают всего. И в этот момент выяснится, что очень много не получается. И хайп начнет переходить в стадию снижения. Снижение интереса. Это, скажем так, период разочарования. Ну и потом мы выходим на плато обычной жизни данного тренда. И все по тому же Гартнеру предполагается, что к 2015 году объем рынка будет несколько миллиардов долларов. Сейчас он около 100 миллионов. Более 50% компаний, которые занимаются управлением своих инновационных процессов, будут так или иначе использовать геймификейшн. И более 70% компаний будут использовать также геймификейшн. 70 крупных компаний. Что же дает геймификейшн тем, кто ее использует? Конечно же, вы, наверное, заметили, что слова retention, virality на экране, они перекликаются с социальными играми. Это неспроста, поскольку больше всего на умы разработчиков игр, и меня в том числе, повлиял успех игр социальных, в том числе динговские игры. И вот этот феномен, это бесспорный феномен, когда люди, миллионы людей, порядка 70 миллионов уникальных игроков в месяц добровольно отдают свои деньги, реальные деньги, за то, чтобы копать виртуальные грядки. Поэтому примерно те же самые ценности имеются и в геймификейшн. Так, например, геймификейшн повышает лояльность аудитории, что в конечном счете приводит к удержанию аудитории или retention. Геймификейшн позволяет легче привлекать за счет виральности новых игроков или новых клиентов, или новых сотрудников. И улучшает настрой и эффективность работы вашего коллектива, если мы говорим о внутреннем HR-эффекте. И эта возможность, кроме как деньгами, еще как-то отблагодарить своих клиентов или своих сотрудников каким-то образом их еще мотивировать. Все это в конечном счете приводит к повышению прибыли. И, конечно, нужно помнить, что не делает геймификейшн. Геймификейшн не является улучшением сервиса или улучшением чего бы то ни было. Улучшением вашей компании. Потому что геймификейшн – это скорее усилитель. Это если ваш продукт никто не покупает, потому что он плохого качества. Если вы примените геймификейшн, скорее всего, еще хуже его будут покупать. Но если у вас хороший сервис, хороший продукт, и вы примените геймификейшн, то, скорее всего, это повысит его привлекательность и лояльность клиентов. Давайте теперь немножко рассмотрим, что же такое геймификейшн изнутри. На самом деле ничего сверхъестественного. Это все те же очки, система очков. Очки бывают разные. Вот мы знаем, например, из социальных игр, что там активно используется experience, points, XP. Также есть виртуальная валюта. Причем у каждого это может быть своя. И в данном случае я под валютой тоже имею, под очками тоже также имею виртуальную валюту. И, собственно, очки получаются за выполнение различных миссий и заданий. С помощью миссий мы выстраиваем ту цепочку поведения, которая нам нужна от наших потребителей, от наших клиентов, от наших игроков. И поощряем наших игроков повышением их уровня, статуса и, возможно, даже каких-то материальных материальных поощрений. Основным моментом в геймификейшене является совмещение желания игрока или потребителя и желания компании. И залог успеха в том, чтобы умело соединить оба этих желания в одной какой-то, в общей интересной миссии. Чтобы, в общем, появился эффект win-win. Вот в данном примере мы занимались геймификейшеном, игрофикацией. Даже не знаю, русского слова, наверное, нет такого, которое бы хорошо звучало. И английский это ужасно звучит. Но ничего лучше не придумали. Кстати, есть аналог, тоже Гейб его придумал. Называется fanware. Но почему-то геймификейшен чаще используется. Так вот, в данном случае мы геймифицировали дайвинг-клуб. Я сам дайвер, поэтому хорошо понимаю, что хочет дайвер. И я знаю, как строится бизнес на дайвинге. И прекрасно понимаю, что хочет компания. Компания, естественно, хочет продавать свои услуги. А дайвер хочет погружаться. В данном случае мы видим просто миссию, которая учитывает и те и другие желания. Это ночное погружение. Соверши 10 ночных погружений и получи определенное количество очков. Видно буковки? Нет? Да. Ну, хотя бы большие видно. То есть очки. Сейчас я немножко поясню. Это так называемый цикл игры. И он хорошо иллюстрирует, на чем строится геймификейшен какого-либо сервиса. Опять же, все крутится вокруг очков. Нужно определить, какие очки, какая валюта, за что выдается. Дальше мы видим миссии. То есть за выполнение определенных миссий выдаются определенные очки. Потом мы видим статус. Статус – это уровень, то есть при достижении определенного количества experience point вы переходите на следующий уровень. Например, у вас был уровень зеленый, вы повысили его до уровня желтый, потом уровень оранжевый и так далее. Чем выше уровень, тем выше ваш статус. Это невероятно мотивирует людей. Конечно, не само по себе, а в дополнении ко всем игровым инструментам, игровым технологиям. Также таблица рейтинга, когда можно посмотреть результаты свои и сравнить их с результатами своих друзей или не друзей. То есть вообще хочу делать небольшое отступление, рассказать о том, что… Вы знаете, что игроки делятся на четыре вида. Это ачиверы, сошелайзеры, киллеры и эксплореры. Нужно всегда понимать, кого из этих игроков что мотивирует. И в общем-то нужно ориентироваться на всех на них. Почему социальные игры так популярны? Потому что сошелайзеров среди нас гораздо больше, чем всех остальных. Но при этом нельзя забывать про остальных, которых примерно по 20%. Так вот, таблица рекордов – это competition. Competition хорош для киллеров, ну и также, может быть, частично для ачиверов. Поэтому в играх, и в gamification тоже, нужно использовать различные инструменты. Именно поэтому можно назвать, не знаю, наверное, миллион примеров, когда gamification, казалось бы, используется в каких-то компаниях. Но если разобраться, то мы понимаем, что если бы это была игра, то в нее бы никто не играл. Ну возьмем, например, мили, призовые мили в авиакомпаниях. Ну это хорошая игра, но я не думаю, что все из вас в нее играют. Почему? Кто-то из вас, может быть, мало летает. И для вас эта игра будет не очень интересна. Я, например, не так много летаю, и пока у меня была возможность, то есть когда у меня есть возможность когда-то полететь, я в эту игру играю. А когда у меня нет этой возможности, я в нее не играю. Когда, например, Люфтганза добавила совместную программу со Сбербанком, когда Сбербанк платит вам милями за каждую транзакцию, это стало гораздо интереснее для меня. То есть я не могу летать, но все равно могу зарабатывать эти мили. И всегда, когда я вынимаю кошелек и думаю, чем же я буду платить, ну, конечно же, я заплачу этой картой, чтобы получить еще дополнительные мили. Вот просто пример того, как игрификация используется, но недостаточно хорошо. Она все еще плохо используется. То есть еще можно добавить определенные инструменты, которые приблизили бы программу лояльности авиакомпании к настоящей социальной игре. Некоторые социальные игры называют недоиграми. А гинификация в некоторых компаниях это даже не до социальной игра. Далее переходим к доступу. Доступ это еще одно поощрение для игрока. Вы знаете, например, социальных игр это доступ к определенному дополнительному контенту, который не был доступен ранее. Вот раньше был доступен синий домик, а зеленый не был доступен. А я хотел именно зеленый, а вот теперь он мне доступен. То же самое здесь. То есть доступ к любому новому контенту он мотивирует игрока оставаться в игре и играть дальше. Следующее это влияние. Влияние это способность, возможность, точнее сказать, игроку принимать какие-то решения. Влиять на ход игры. Это тоже дорогого стоит. И люди готовы оставаться в игре, чтобы достичь определенного уровня власти. Ну и вещи. Вещи стоят, как вы видите, на самом последнем месте. Я бы сказал так, что возьмем пример Foursquare. Foursquare это игра, которая, это location-based игра, которая основана на том, что вы чекинитесь в каком-то месте и получаете за это очки. Как бы с самого начала эта игра не была привязана никакому бизнесу. Потом бизнес заинтересовался этой игрой и в игру были добавлены купоны. Или различные совместные акции, когда мэр места мог получить бесплатную какую-то скидку или вообще бесплатные вещи. В этом случае, в этом случае именно упор делается только на вещи. То есть сама игра имеет довольно-таки слабый геймплей. Опять же, если бы вещей не было, наверное, вряд ли бы в нее люди играли. Мы это видим, потому как насколько небольшое количество людей играет на самом деле в Foursquare. Поэтому вещи сами по себе недостаточно хорошо мотивируют. Более того, вещи даже не обязательны. И если даже и обязательны, это не должны быть какие-то ценные вещи. Например, можно разыграть один iPod на тысячу человек. Это совершенно недорого. Или даже можно, если это какой-то бизнес, это чашка кофе, можно разыграть 10 чашек кофе. Это не так дорого на 100 человек. Но это делает некое… То есть это служит некой приманкой, что ли. Вот эта халява, она сразу в глаза загорается, а халява. О, я хочу в этом поучаствовать. Когда человек начинает в этом участвовать, он затягивается, и если игра действительно хорошо слажена, то его уже начинают мотивировать совсем другие вещи, нежели халява. Статус, доступ и влияние. Хочу рассказать об одном примере, еще об одном. Как применять игрофикацию на работе? Я консультирую еще одну компанию, я применяю это в своей компании, консультирую еще одну компанию по продаже легального софта. В обоих компаниях я применяю элементы гиммификации. И на самом деле у меня были некоторые опасения, когда я попытался применять, например, виртуальную валюту. И у меня были опасения, что люди не воспримут и подумают, что их считают за детей. Но оказалось, что всем это очень интересно. Все очень быстро вовлеклись. И офис как-то оживился. Я не знаю, смотрели ли вы последнюю серию The Office американского. Там тоже очень интересный опыт гиммификации. Все люди очень быстро оживились. Если интересно, посмотрите. Вот вам пример, как это работает в офисе. Для чего может использоваться гиммификация? Вот, например, порядок и дисциплина. Для меня важным в производстве является дисциплина. То есть мне важно, чтобы каждый день проходили стендапы. Это дисциплинирует. Это хорошо для коммуникации в команде. Но как сделать так, чтобы люди действительно собирались? Как сделать так, чтобы проводились ретроспективы регулярно? Как сделать так, чтобы не заставлять людей палкой заходить на пленнинг-митинги и делать планирование своей работы? Вообще цель, по крайней мере, у меня цель во время построения компании – это сделать команду наиболее автономной. Чтобы ей не нужен был начальник злобный, который стоит над ними с плеткой и заставляет их быстрее работать. После введения такой валюты, во-первых, ну не только валюта, а и добавления различных других игровых элементов, у людей сразу появилась некая ясность. Например, сейчас вот я на следующем слайде. Я хочу сказать, что мы придерживаемся в своем производстве принципов ЛИН. Один из этих принципов говорит о том, что нужно фичи выпускать как можно чаще, чтобы бизнес начинал зарабатывать на выпуске новых фич раньше. И для людей это было очень сложно донести. Грубо говоря, как заставить их разбивать фичи на более мелкие. Потому что они говорят, вот эта задача занимает неделю. И вот хоть ты тресни, я никак не могу ее уменьшить. После того, как я ввел цену за каждую выпущенную фичу, цены были назначены следующим образом. Фичи размером в один день стоят 10 виртуальных долларов. Фичи размером в 10 дней или в неделю стоят тоже 10 долларов. Фичи за несколько часов стоят 5 долларов. То есть люди сразу сообразили, ага, мы можем на этом заработать. Если мы будем делить фичи на более мелкие, мы будем получать столько же денег, сколько за неделю. И сразу же начали… То есть они подумали, о, мы нашли, как тут можно считить. И вот они начали читить, и это помогло. То есть, по крайней мере, появилась мотивация делить фичи на более мелкие. Вот это один из примеров. Вообще, очень хорошо получилось применить принципы ЛИН вместе с гимификейшеном. В продажах. Команда из пяти человек применяет high scores, то есть доски, на которых они вывешивают свои достижения, и они пытаются друг друга обогнать. То есть также применяется валюта. Они могут покупать друг у друга за виртуальную валюту компании. Они получают за каждую продажу определенную дополнительную виртуальную валюту и так далее. Зачем нужна, собственно, валюта людям? Почему они так рьяно пытаются ее заработать? Как и в любой другой социальной игре, предлагается декорировать свое место рабочее. За эту виртуальную валюту они могут покупать себе красивые стулья, цветы, шкафы, тумбочки и так далее. И, собственно, тот, кто больше зарабатывает, тот имеет более красивое рабочее место. И, собственно, это не является чем-то очень дорогим. Все равно каждая компания пытается улучшить свой офис. Почему бы не использовать это для того, чтобы применить игрофикацию? Ну и еще несколько дополнительных преимуществ, которые дает игрофикация. Как всем уже известно из игровой индустрии, даже самая неинтересная, скажем так, тема может быть спасена с помощью хорошего геймплея. Так и в случае геймификации даже не самые интересные идеи, не самые интересные области нашей жизни могут быть спасены, улучшены. Можно повысить мотивацию делать эти вещи, рутинные, например, и так далее. Потом геймификейшн исправляет ситуацию, где люди мотивируются только деньгами. Здесь они мотивируются не только деньгами. И статусом мотивировать выгоднее, чем деньгами. А также, если раньше люди боялись брать на себя ответственность, брать на себя возможность принятия решений, то теперь они это делают с удовольствием. И даже пытаются это заработать, право принимать решения. Ну и, конечно же, мы помним, что заведение всегда выигрывает. Поэтому важно самому стать таким заведением и создавать игры. Ну вот тут небольшая реклама. Мы, собственно, разрабатываем такую платформу, которая бы позволила всем людям создавать такие грифицированные сообщества бесплатно. Называется GameApply. Это новый стартап, который сейчас находится в разработке. На этом, наверное, все. Пожалуйста, задавайте вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Мне нравится конкретный пример. Допустим, ваши сотрудники набрали нужные очки и купили себе цветочек. Ну, там через месяц стульчик улучшили. Ну, там год поработали в компании. Как бы уже на столе развернуться некуда. Мягкое место на мягком кресле. Вот. Дальше-то что? В общем-то в социалках, ну или там в ММО, есть такое понятие, как всякие девайсы такие полезные, они стачиваются. У вас будет уборщица ходить, разбивать стулья и так далее. Так, между прочим. Или как вот эту вот проблему, так скажем, года через два вы будете решать, когда они обрастут всяким шмотом бесполезно? У нас игра длится гораздо дольше, чем социальная игра. Я надеюсь на это. Но еще до этого не дожили. Пока проблема в другом. Всем очень хочется много всего. Поэтому пока такой проблем не стоит. когда столкнемся, будем как-то решать. Иван, очень интересный тренд. Все равно вы раскрыли свои презентации. Меня интересует вот такой вопрос. Я же самый социальные игры, но играет 70% людей. То есть остальные 30% в них не играют. По каким-то причинам. То есть вы предлагаете тоже какую-то геймификацию какого-то бизнес-процесса в компании, но 30% людей не будут в нее играть. Мы понимаем, что скорее всего сохранится пропорция. То есть эти 30% людей, они будут саботировать процесс, будут нарушать систему, потому что все в компании находятся друг у друга на виду. То есть не разрушит ли это всю систему целиком? Я хочу сказать, что мы уже все играем и давно. Вся наша жизнь, если вы помните, игра. Поэтому нет людей, которые не играют. Есть люди, которым не нравится, что им говорят, что они играют. Не надо им об этом говорить, во-первых. Не надо дразнить. Некоторые люди просто начинают хихикать при слове игра. Потому что они что-то там себе представляют в голове. Я не знаю, что. Поэтому люди бывают разные, не надо им говорить. Надо вообще придерживаться принципа «This is not a game». То есть вообще это не игра никакая. Просто виртуальная валюта. Вот зарабатывай. Хочешь в стул, заработай. Не игра. Ну то есть мне кажется, что проблемы нет, если не думать, что это вообще игра. Нужно просто подходить. То есть мы как геймдизайнеры, грубо говоря, то есть создатели игр, мы должны подходить к решению жизненных проблем как геймдизайнеры. То есть мы должны смотреть на жизнь как на игру. При этом можно придерживаться. Опять же, то есть можно сохранять статус, когда люди не подозревают, что это игра. Когда вы идете в магазин и вам предлагают какую-то скидку, вы же не думаете, что вы в игры играете. Или когда вы пользуетесь скидками, премиальными милями, вы думаете, о, я могу сэкономить. Это выгода. И надо также преподносить игры. Очень многие преподносят геймификейшн, и мы в том числе, как новую систему лояльности потребителей. То есть это очень серьезно. Никаких игр. Такая какая-то конец презентации. Никаких игр звучит как-то странно. Прямо скажем, накажу коннект. Давайте еще вопрос зададим, а то как-то странно получается. Спасибо. Спасибо. Да, безусловно, есть такие люди. У меня есть такие, в основном такие киллеры, которые хотят убить других, грубо говоря. То есть не хотят убить, но они хотят выиграть за счет других, скажем так. Они не хотят win-win situation. Они хотят, чтобы они выиграли, а другие проиграли. Всякие троллинги бывают. И да, залог успеха игры, это чтобы найти вот таким людям тоже правильные инструменты. Нужно дать им возможность, ну, например, покритиковать что-нибудь или кого-нибудь, давать им за это очки. То есть, ах, ты не любишь игру? Ну, на тебе за это еще очков. Ну, то есть, можно найти, я к примеру говорю, в таком виде, конечно, это не будет работать, но задача использовать негативную энергию в каком-то позитивном русле. Ну, наверное, как-то так. Вот, в общем, ответил на вопрос? Еще вопросы? Ну, ладно, тогда я пожелаю Ивана, чтобы гемификация процветала, не только выиграть, но и везде. Спасибо.